Договоришься с любым до ума, ёлки ты, молодцы. Катюшка, бери рецепт. А что, я его знаю, мне там ребята скинули хороший рецепт. Салют, я исполню обязательно, вот только с народным отдыхну, посидим в мидии, доедим и возьмёмся за долму. Исполню обязательно, ребята. У нас же гагаузско-болгарская семья, мы хоть и одесситы, но... А у нас как раз до этого был разговор, почему появился колорит. Да вот только за этим маленьким кругом, да, уже сколько национальностей собралось. Одесса, это стихи, где не остановился, там и слушай, только музыку придумай к этим всем фразам. Когда Одесса, когда говорят, что Одесса ещё не та, я хочу сказать, что не там просто бывает, не в тех местах. Я хочу рассказать, вот случай как бы из жизни, это вот было вот буквально этим летом, по поводу того, что Одесса та или Одесса не та, какой здесь юмор и какие здесь люди. У нас есть очень как бы хорошая знакомая Зоинка Великая, которая... Зоя Великая, да. Хорошая моя подруга. Семья прекрасная. Прекрасная семья. У них она... Александр. Она очень любит животных. Она действительно как бы защитник животных. Она занимает благотворительность и всё. И вот буквально полгода тому назад они не афишируют эту историю. Она действительно спасла маленького львёнка. Да. Маленькую львицу. Выходила эту львицу у себя дома. Договорилась уже с послом ЮАР. Собрала ещё пять львов таких по Украине и сейчас они везут самолётом в заповедник. На родину. Обалдеть. Молодец какая. Но история не про это. История про Одессы. То есть, да. Это всё за свои деньги. У неё огромное сердце. Я горжусь и дружба с ней. Так вот история не про это. Спасибо, Александр. Спасибо. Этим летом. Зои в своём как бы доме. У них есть лужайка большая. Всё. Она всё там приспособила для львисы. Нали, чтобы было удобно и всё. И вот к Зое в гости летом. Так как летом мы всё время ездим в гости. К ней должна была приехать подруга из Арабских Эмиратов. Она очень как бы тоже такой известный блогер-подруга. То есть, она снимает всё вокруг. Вот она только заходит и сразу начинает снимать. Она всё это сразу выкладывает в интернет. И всё. И она должна была приехать к Зое в гости. Будучи как бы здесь в Одессе. Ну, Зоя у нас тоже как бы девушка такая экстравагантная. Она знает, что подруга будет сразу же снимать. Она одевает красивое платье в пол. Одевает такую корону как бы на голову. Такую себе корону. Это львицы. Поводок красный. Так вот это вот. Ну и сидит, ждёт свою подругу. Уже накрыт столик. Знает, что подруга сейчас зайдёт. Начнёт снимать, чтобы все были в форме. И тут, значит, звонок в калитку. То есть, она сидит огромное поместье у них. Она сидит на лужайке. Звонок в калитку. Ну, Зоя с полной уверенностью, что это её подруга, которая сейчас будет снимать. Она подходит. Львица на поводке. Внимание. У Зои красное платье в пол. Корона на голове. Львица на поводке. Она открывает. А на пороге стоит электрик. С чемоданчиком. Который пришёл что-то ремонтировать. Но Зоя была не в курсе, потому что для этого есть специально обученные люди. На что этот электрик снимает так шляпу и говорит, мадам, позовите вашего дворецкого. Я к нему. Обалдеть. Это по поводу того, одесский юмор. Вот он, современный одесский юмор. Когда ни одна из сторон не растерялась, скажем так. Да, Одесса вот она. Было, есть и будет. Поэтому Одесса была, есть и будет. Дополним. Давайте выпьем. Позовите вашего дворецкого. Да, я не одессит. Но я мечтаю стать одесситом. Хочу сказать, что... А это не от жилплощади зависит. Это от состояния души. От сердца. Вот если она, подъезжая к Одессе, начинает немножечко... Знаете, вот начинается. Потому что вот мы гастранируем очень много и в Эмиратах, и в Китае. Когда вот особо едем в Одессу. Вот город Харьков мы любим. Днепропетровск. Одесса. Вот три города, которые нас просто боготворят там, когда мы приезжаем на гастроли. И сейчас 10 мая должен быть мой концерт, но, к сожалению, мы его переносим, потому что это пандемия. Но я всех одесситов, и вас, Сергей, и Эдуард, и Мария, и вас всех мы приглашаем на мой сонный концерт. И я веду к тому, когда подъезжаем уже к Одессе с волей, я говорю, вот-вот, вот сейчас начнется. Ощущение какое-то, особое состояние души. Вот-вот-вот, это состояние души. Я хочу сказать, что когда вся Украина живет сейчас... Где-то мы были на гастролях, нас спросили, Майса, вот как сейчас выживать в стране? Вот как можно жить сейчас все? Говорят, жить по закону, по понятиям, по ситуации. Я хочу сказать, когда сейчас вся страна живет по ситуации, Одесса живет по совести. Спасибо, очень приятно. Маэстро, как всегда. Спасибо. И за приглашение огромное спасибо. Оператор, пусть у тебя есть, платье я тебе купил. Короче, осталось дождаться конца этого хибиша, и мы таки обязательно придем. Вы нас узнаете издалека? Да. Ох, аплодировать буду. Давай, Катюшка, за Одессу. Так что, Одесса. За Одессу, мама. И меня резко высмыкивает и просит, выручай Майсу, потому что, ну, люди собрались, ну, кем заменить? У нас много в Украине многих артистов, но по жанру, по жанру вот Гришко выйдет и все сделает, что, как говорится, «Тутто сарабемо». Если он сидит итальяном, все будет хорошо. Переводим. Никто не поймет, да. Да. И вы знаете, и мы решаем оставить это чудо просто в частном секторе детям, родственникам. И вот это чудо остается в частном секторе. Мы на самолете улетаем, поем концерт, где Алиночка была. Я пел эту песню «О море море» в такой шляпе. Она сама поет. Эта шляпа, она певческая. Когда Алина делает такие мне подарки, она сама поет. Если я такой тукадел, сразу я запел. О, это волшебство. Это мэджик, это мэджик. Так я продолжаю. Вот мы отдали детям. Мы выходить на сцену. И мне звонят уже с клиники, что собака задыхается. Что дети сделали? Лето. Они взяли на поводок и начали бегать с ней. Ей нельзя. А ей нельзя. А эта собака декоративная. Она диванная собака. И все. И она задыхается. И ее быстро в кому везли. И звонит мне врач. Ага, собака Гришко. Сейчас мы будем резать. И будем то делать. Будем то потрошить или то. Я говорю, если ты к нему, по телефону, если ты к нему прикоснешься, я тебя на бойкухе на кладбище закопаю. Он меня услышал. Я говорю, ты меня услышал? Услышал все. Я говорю, отдай собаку и тебе ничего не будет. Я тебе заплачу только. Отдай. Верни ее. А уже ее в кому ввели. Уже хотели резать. Трубку вставили в лодку. Потому что бабло заработает. Он рассказал тра-та-та-та-та. Это сколько стоит? Он уже мне назвал. Он уже мне рассказал. Он уже машину себе купил. Уже эти деньги покупают. А я говорю, прикоснешься к собаке. На Байковом кладбище идти на бесхоз. Туда под венки и зароют. Ты услышал? Он это услышал. Был сын катал собаку. Не хочет ту собаку. Я как приехал домой. Прилетел. Вот так меня тряснул. Понимаете? Вот когда я глянул на его глаза. Он сказал, папа, что ж ты меня оставил? Понимаете? Я говорю, вот так люблю. Вот так люблю. Это мой сын. Моя лапочка. Моя счастье. Да. С тех пор ни на кого не доверять. Всегда с собой. Нет, только с нами. Вот, Брайна. Замечательно. Оператор. А поет. Простите за ею. Да я уже думаю. Вы прямо как фея. А почему вы сказали, я бы вам аккуратненько помог. Тем более, я знаю, как эти омлеты заворачивать. Или шо это такое у вас там? Конечно. Обозвали нашу банницу. Оооо. Пардон. Извините. А нам дадут на выход такое? Дадут, да? Собой. Да. Да. Завернем. Завернем. Все отдадим с собой. Да. Да? Ой. Жил принялся. Огромное спасибо. Это как по поводу того, когда... Теперь можно тарелку журнал. Да. А как это называется? Это называется банница. Банница? Да. Это как баныш. Ну, кто-то называет... Это как баныш? Мелина. Это в Генгерское блюдо, да? Угу. Баныш, да. Мы едем, да? Кукурузная. А это? Нет. Маша, расскажи. Оно просто оранжевое, знаете почему? Потому что яички с ломами на курочке. Да. Домашние. Самые настоящие, непростые. А как это готовится? Они такие оранжевые. Я думала, может кто-то не поверит и подумала, что там куркума. Ну, если бы где-то не поверили, а вам поверим. Да. Потому что уже... Это вытяжное тесто. В нем овечья брынза, творог. И сверху заливается. Я это называю болгарская запеканка такая. Да? Уже отлично. Но есть такие гости, которые называют таблетом. Извините, пожалуйста. Ха-ха-ха-ха. Сережка. Оператор, надо ты кушай, а я за цветами сбегаю. Надо извиняться. И с песен слов. Не вынимся. Да. Я с этой женщиной живу. Ха-ха-ха-ха. Я не поняла. Это тебя сейчас сочувствую или завидовать? Ха-ха-ха-ха. Не, а он подождал, пока она чуть-чуть ушла. Так аккуратненько, так любясь. Тогда завидовать. Тогда завидовать. Если так молча, тогда только завидовать. Это особое отношение к мамам. А у мам к своим детям это вообще особое. Это супер особое отношение. Вот. И анекдот на эту тему. Ну, наверное, тоже анекдот как бы из жизни. Одесситка. Настоящая одесситка, будучи за границей, покупает своему великовозрастному сыну два галстука в подарок. Привозит ему, значит, из Франции эти галстуки, дарит ему сыночка. Вот тебе мама. Да, мама, спасибо. Вот очередное какое-то семейное торжество. Приходит сын, значит, одел маму галстук, который мама подарила, костюм, все, приходит. Открывается дверь, и мама говорит, сыночка, я не поняла, а тебе что, второй галстук не нравится? Да. Да. Мама все видит, мама все знает. Да, вот такая типичная одесская мама. Мама, что замерз, нет и проголодался. Это как пьяный приходит, где-то попал в дверь, подводит, поднимается на лестницу и стучит, 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 стучит. Не открывает, потом подходит и говорит, мама, 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 открой, это я. Маэстро, скажите, пожалуйста, вы очень долго, вы дружили с Повороте, вы выступали с Повороте на одной сцене. Вот мы когда-нибудь собрались на винодельне, такой вот вопрос, наверное, который интересует, вот Повороте и вино. Это особое, я помню, когда я очень, ну, начинал свою карьеру, дебют Метрополитен Опера, 6 тысяч людей в зале, в Нью-Йорк, все это ответственно. Обалдеть. Говорят, кто попал на сцену Метрополитен Опера, это уже все, это состоялся, это небожитель, к ему совсем другое отношение. Первый раз, когда меня показали человеку, который пел на сцене Метрополитен Опера, я подошел к нему и познакомился, я вот так, у меня аж всего такое что-то было особое, потому что он солист Метрополитен Опера. Понимаете, ну это как для, не знаю, для кого-то пистолет женского в руки взять, понимаете. Это очень особый случай. Но на сегодняшний момент Маэстро занесен в Книгу рекордов Украины, как человек, который 44 раза исполнял сольные партии в Метрополитен Опера. То есть подобного, ну, подобного не может повторить. Да, и… Так вы там имеете прописку, я вам хочу сказать. Да, но когда приехал Кравчук, когда приехал Леонид Макарович Кравчук в Метрополитен, и ему сказали, а вы знаете, что у нас поет ваш Дришко. И тогда Леонид Макарович сказал, что, говорит, одно присутствие здесь нашего украинского певца стоит десятки, десятки дипломатов. Вот это для меня было… в культурном плане это было для меня. Так что, хочу сказать, что вино и повороти – это особо. Да, вот когда он даже его приглашал в Киев, он приезжал к нам, отказал где-то в какой-то европейской стране, приехал сюда, чтобы спеть. Я говорю, Маэстро, приедьте. У нас такие люди прекрасные. Они так ценят вас, так любят. Я помню, когда я его к трапу поднимался, его встречал. На чем я всегда говорил, вино и женщина – это самое, как говорится, Божий дар, который существует. И всегда он перед выходом на сцену вот так наливал себе кьянтик. Вот так. И это все снимало стресс. Человек раскованный. Все. То есть, хорошее красное вино, оно помогает энергию, голос стабильнее. Все. И ты не волнуйся. Так что вот я тоже так когда-то себе немножко налил. Но все-таки, действительно, есть такое понятие оверакт. Когда ты не контролируешь, когда все у тебя рассчитано по секунде, твое движение, когда все проработано с Франко Дзефирелли, с Кончаловским, с Серпитером Устиновым. Вот когда много я с Димой Хворостовским работал, пил с Нетребко. И с Мацарат Кабальет. Да. Так что вино, это оно действительно Повороте любил. Очень вкусное, красное, богатое вино. Маэстро, а у Повороте была своя линейка вина? Я не знаю. То, что у него было много ресторанов. И в его ресторанах все пели тогда. Даже вот эти вейтерс, официанты, они всегда подходят, они всегда пели. Заказываешь, потом ты в меню закрываешь. Это блюдо будет стоить, песня такая. Мы тебе можем еще спеть дополнительно. Эта традиция по всему миру пошла. А линейка вина, наверное, в честь его называли. Это легенда. И ему не было бы присуще вот это, понимаете, чувство, которое у многих артистов есть. Зависть. Вот я не хочу о мистере Де говорить. Есть такой тенор. Вот мистер Де тоже вот. И стройки теноров вот и все. Он очень завистный человек. А вот Повороте он был такой, как солнце. Ему равных не было. Он и есть солнце. Он и есть бог на сцене. И вот это он передавал мне, учил меня. То, что, говорит, любить людей, которые пришли тебя слушать. Это получается. У меня люди любят. Ой, замечательно. Просто... Красное у нас. Спасибо. Я больше приходить не буду. Нет, нет, нет. Мама. Мама, мама, садись с нами. Куда вы там ходите? Больше я туда не пойду. В закрома Родины. Как наелись-то куда уже? А вы что? А я говорил, надо было в 9 утра начинать. Вот это да. Маша, а что это? А что что? Картошка. Картошка жарил на своей сковороде. А мы что? Мы тоже вешали на своей сковороде. Замечательно. Вот это да. Не, я сяду к тебе, чтобы я в секрете. Как Олегу. Аааа. Себя арминь передавал. Я маэрт, вот такой арминь передавал. Такой, как кьян. Это вот предыдущее вино. И вот это сделано из одного винограда, собранного в один день с одного и того же поля. Но сделанное по-разному, по разной технологии. Это кабернет классического его исполнения. Красное, сухое. Мы ему дали где-то 14 суток постоять вместе с мезгой. Мезга это виноград, непосредственно надломленный, который уже выдавили. И вот эта сама ягода с косточкой, она взаимодействует. Она долго настаивается, когда делаются красные вины, она долго настаивается вместе с самим соком. И, как правило, брожение происходит вместе с мезгой, сама ягодой и соком. Вот здесь 14 суток находился сок вместе с ягодой. За счет этого мы получаем и терпкость, уже такую обволакивающую. Особенно, если задержать немного в полости рта, но на несколько секунд вы это почувствуете. В принципе, кабернет всегда это ягоды. Это вишня, смородина. Это немного, ну, как правило, каберне еще любят выдерживать в дубе, поэтому немного дуба может присутствовать в нем. Но и в целом не зря каберне именно считают королем красных сортов. Потому что это тот сорт, который растет, в принципе, практически в любой стране, где растет виноград. И часто именно по этому вину оценивают винодела. Вот если у него каберне удался, значит все остальные вина должны быть плюс-минус на таком же качестве. Такого же качества. Но есть такая особенность уже в рамках нашего вечера. Я рекомендую вам попробовать вместе в сочетании с овечьей брынзой. Потому что это такое классическое бессарабское сочетание, когда красное сухое вино и овечье брынза, либо же ковырма. Ковырма это вот то, что рядом с брынзой. Это баранина, которая тушится очень долго в собственном соку. Потом в нее добавляют специи. И такая вот делается холодная закуска из баранины. Вот. Поэтому рекомендую попробовать именно в паре с этим. Я очень подсушная для каждого. Любилочка, спасибо за вставление тут. Да, сейчас. Программа. Маша, что это за блюдо? Что это за блюдо? Что это за блюдо ты принесла? Это очень просто жадкая картошка. Все с грибами, все очень просто. Маша, мама, мама. Все очень просто. Знаете, Альбина у нас очень красиво рассказывает. Она, я большой молодец. Но мне главное, чтобы все, кто дегустирует, были сытые. И поэтому от нас уходят все сами. Все сами. Потому что многие приходят на депутацию и говорят, а как же мы потом уйдем? Не переживайте, вы уйдете самостоятельно. Мы вас накормим. Передайте пожалуйста. Так, передаем. О да, 8. Так, за кем поухаживать? Тут современный. Альбинатор, вот. Красное вино, наводят на музыку. Сейчас маэстро что-то исполнит. Катюля. Мы с тобой на концерте, понимаешь? Эх ты. Что там? Это впервые на весь год не сделано, чтобы... Обалдеть! А я вообще впервые с народным рядом сижу. Не то чтобы кормлю, а еще так, чтобы еще услышать. Это, конечно, да, загадывать желание. Сейчас я ее настрою. Я действительно давно не был. Это мастеровой инструмент. Палисандра. Руками делал ее мастер. С Днепропетровской Ищенко. Да. И для меня делали для поступления в музыкальное училище имени Глевера. Киеве. Ого, так ей лет и лет получается? Да. Ей и лет 35. Да ты что. Исторический момент. То есть гитара... Не брал гитару, ему не знаю, когда в последний раз. Не знаю, когда его. Гитара помнит курс, а в Одессе доллар за 63 копеек. Да, да, да. Сидим с легендой. Ну а как было. Валяя под снегом и дождем На милую, мой бедный друг Пока бы я тебя плачу Один не кью, один не кью Если мука суждена тебе судьбой Тебя судьбой готов я вскоре твою дана Делить с тобой, делить с тобой Пускай сойду я в мрачный долг Где тьма кругом, где ночь кругом Хотя я счастье бы нашел С тобой вдвоем, с тобой вдвоем Если мука суждена тебе судьбой Тебе судьбой готов я вскоре твою дана Делить с тобой, делить с тобой В полях под снегом и дождем Мой милый друг, мой милый друг Браво! Обалдеть! Вот это да! Еще одну спою, верно вам Давай я под битару не пел Это совсем другое пение Оперное пение И под битару Ты, ты жива Еще моя старушка Жив я Привет тебе Привет Пусть искрится над твоей избушкой Тот вечерний несказанный свет Пишут мне, что ты, тая тревогу Загрустила шибка обо мне Что ты часто ходишь на дорогу В староводном ветхом шушуне Я по-прежнему такой же нежный Чтоб подальше от судьбы мятежной Возвратиться в наш любимый дом Я приду, когда наступит утро По-весеннему наш белый сад Только ты меня уж на рассвете Не буди, как много лет назад Браво! 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 Такое было, как одно действие! Браво! Браво! Просто душевно! Такая прекрасно, да? Браво! Да! С каждым разом все лучше и лучше наши вот эти вот собрания потому что у достойной чести приглашены на сольный концерт маэстро а я хочу сказать что это незабываемые неизгладимое впечатление когда у меня волнами все это идет от этого голоса и когда меня я то плачу то смеюсь а танцую танцую под черные рубашки это все я по хорошему вам все приглашаем спасибо и мы таки придем еще и станцуем алина и олег их семья продегустировав наши вида одно вино им особенно понравилось и это вино кстати говоря было еще такое переходящее мы еще не успели ему придумать название только сделали и влюбились да поняли сразу это шедевр в итоге но как-то бывает часто что мы вино сделали осенью где-то ближе к новому году наши друзья пробуют дегустируют все и что-то может особенно понравится то есть прям вот прикипает душа как-то и нужно как правило лучшие вина они естественно быстрее всего заканчивается быстрее всего выпиваются поэтому мы решили что вот есть такой вариант как часть вина мы оставляем закрепляем за определенным человеком и вот есть одно такое особенное вино которое сейчас уже называется черный маршал в своей технологии это так называем можно сказать что так пахи по кахетинской технологии в чем она заключается длительная выдержка на мизге непосредственно само вино хранится вместе с ягодой с косточкой в грузии это происходит в глиняных чанах в глиняных квеври у нас поскольку в украине нет культуры производства этих квеври то у нас это нейтральные емкости но тем не менее это вино из сорта винограда одесский черный но сделано в десертном исполнении 6 месяцев она находилась вместе с ягодой с косточкой настаивалась причем в чем еще особенность виноград при брожении вообще вот когда хранится вместе соком он всплывает наверх образовывает плотную виноградную шапку так называемую для того чтобы постоянно контактировала сам сок вместе с ягодой нужно делать есть такая технологическая операция называется она очень красивым французским словом пижаж но по факту она означает перемешивание перемешивание потопление вот этой шапки которая образовывается на верху в само сусло и это можно назвать что это самое энергозатратное вино потому что как минимум первые два месяца нужно делать в начале один раз в день начале два раза в день а потом уже один вот этот пижаж в наших условиях это выглядит ну непосредственно перемешивание этого вот в чане поэтому вино действительно получилось особенным и уже сейчас алина мы вместе можно сказать что разработали этикетку разработали дизайн внешний вид и придали вот этому вину уже какой-то конечный я я хочу сказать что даже не конечный результат когда я действительно первый раз попробовал это это вино ну я я была просто я не понимала как можно вот создать вот такую густоту такую густоту такую насыщенность такой вкус такой аромат этому всему и это знаете на что было похоже это было похоже на то что когда находят не ограненный алмаз просто я может быть со своей дизайнерской какой-то стороны да вместе с вместе с альбиной вместе с семьей манзу я вместе с ними просто этому алмазу вот дала огранку такую насколько это можно и я хочу сказать что вы вообще как бы первые которые увидят сегодня конечный продукт акизи увидят все увидят я хочу сказать вообще как бы удивительно вот эту этикетка на на бутылке это художник с мировым именем овик заграбян это мой сосед мой поклонник мой друг я горжусь дружбой с ним и он подарил нарисовал и подарил мне этикетку для этого вина сейчас рассмотрим по подробнее а он тоже весь во внимании ты понимаешь как бы сегодня я вот не выставляю а ну-ка и катюня смотри я представляю вам вино которое сделано специально винодельный манзу для алины маршал и называется но черный маршал я хочу сказать что самого начала этого вина не было название а вот но сейчас у семьи мандал уже нет обратного пути кроме как называть его черный маршал дайте потрогать пожалуйста дорогие друзья мне очень приятно катюня смотри картину маслом на берегу моря презентовать вам шикарным бокалом черный маршал черный маршал завидуйте это вот сюда и семья мандал браво тюня сделано в одессе я так понимаю что теперь каждый может такое вино заиметь себе ну нет это лимитированная серия всего 200 бутылок честно сказать это не коммерческий проект я делаю для своих друзей ребята извините только фурики для моих друзей поздравляем браво и паспорт имеется да обязательно мы обязательно все написали и технологии производства этого вина и поблагодарили большая большая благодарность в семье манну большая у нас наши красивые женщин за наших красивые за вас наши любимые дорогие непосредственно спасибо авгунская га женская власть фолькспаркинский район я с вами абсурд просто просто ну что Ольга есть немецкий человек монаст она немецкая женщина красивая я тоже не из Одессы так же все нормально собрались правильные люди не политик а класс 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 такое есть только у меня и у маэстро ты понимаешь да эх ты класс да я хочу сказать что у маэстро у вас есть уникальная возможность уже как бы семейство манзелов и я давайте запустим линейку маэстро независимый негациал да а будет линейка я знаю мы сделаем линейку маэстро и это будет бомба да Эдуард я пользуюсь что вы скажете если запустить линейку маэстро легко скажет Эдуард вы знаете что я могу сказать я много просмотрел фильмов и так все ищут философский камень могу заверить но нет такой истории нет философского камня философский камень вот он в жидком виде да поэтому я бы хотел пожелать что вот историю делают личности я за то что наша страна была богата на личности наш город был богат на личности люди помнят великих которые что то ключевое ярких в самый ответственный момент в самый тяжелый момент или наоборот самый радостный момент вот я бы хотел чтобы в нашей стране и в нашем городе было бы не знаю правильно ли сказать побольше потому что когда преобладает количество падает качество я бы хотел бы чтобы эти личности были на самом деле количество пускай определяет всевышний сколько их надо в каких отраслях в каких направлениях я знаю что вот маэстро нашу страну действительно представлял других во всем мире гораздо эффективнее и солиднее чем десятки дипломатов никто вот сейчас спросите кто то помнит фамилии имена дипломатов за последних несколько лет а украину знают благодаря маэстро поэтому это не это не это не попытка лебезить там или что то я уже как вы обратили внимание человек седой как бы я уже мудрый нет нет есть такая поговорка к некоторым с годами приходят мудрость а к некоторым просто когда это мудро и я в последнее время понимаю что я наверное из второй категории приходят просто года хотелось бы конечно претендовать на какую-то там полочку в первой категории за личности за ярких личностей за само достаточных личностей которые способны и делают то что нужно для нашей страны а по поводу прописки на 13 фонтана будете делать новоселье мы подскажем где вино взять правильное мы привезем не взять а мы привезем спасибо обязательно все-таки линейку вина маэстро как вы считаете время покажет а всем предыдущим монологом я о чем я я что это вино я готов его его много не попить его нужно чуть-чуть это вообще это смотрите есть такая категория вид дешестив вот это после еды мы хотим просто вместо ресепты иногда чем-то насладиться пообщаться еще и вот это тот самый случай таким вином его тяжело использовать как застольное там столовая сопровождающие какие-то горячие блюда но им очень за ним очень приятно посидеть пообщаться может быть о чем-то помечтать у меня многие такую категорию вин описывают вот просто одним словом смаковать да это именно тот случай но кстати говоря пока мы далеко не ушли я бы хотела попросить маэстро оставить на нашей бутылке это было останется у нас оставьте свой автограф потому что на самом деле вы знаете я очень благодарна своей семье своим родителям за то что в 21 год у меня есть возможность вот здесь вот у нас практически дома встречать разных людей и в том числе таких талантливых великих тех которые вдохновляют очень сильно людей и поэтому ну как бы первое за скуку первое кому я хотела бы принести благодарность это мои родители потому что если бы не они велики у меня бы этой возможности не было вот поэтому я очень рада вас сегодня видеть познакомиться с вами и прошу оставить вот для меня такую папку пищу кон гранде амуре понятно что это вино как бы не делала я лично да я еще раз хочу сказать что я очень благодарна семье Манзус но в какой-то степени это и мое как бы тоже детище да потому что это мой выбор это мое признание это все это для меня конечно в консультуре а раз мы заговорили про дипломатов я бы сказал что это вино наверное все таки дипломат это можно без слов договариваться вот просто молча кто бы не сидел за столом да и какие бы там не решались бы моменты если у каждого в руках по бокалу вот такого вот нектара любые вопросы решаться на ура друзья давайте опять же за друзей за одессу за за вас вы наше хорошее за одессу за одессу маму за одессу маму а мамочка у нас одна да помню одессу маму помню я эту даму помню какие там велись дела ну или песни рождение вот как она к вам попала как вы ее как мыслим ну во-первых мыслим Магомедович это мой идол он мой кумир да и я безумно люблю этого великого певца говорят такое что у Бога нет мертвых у Бога все живые так он до сих пор остается живым и вот когда вот он ушел из жизни так я так и меня спросили я сказал что он просто заснул он просто заснул он с нами всегда как великие наши близкие родственники они просто они всегда в нашем сердцах и вот Магомаю это особая эпоха вообще вокала и классического эстрадного вокала такого певца больше никогда не будет вот с таким голосом ярким вот он оставил больше шестисот песен понимаете создал его песни молодежь поет а если молодежь поет это говорит значит его память жива так что вот эта песня у море море он сам как композитор ее написал он приехал к маме вот пошел к морю и появилась такая песня какие-то годы были маэстро в каком на году было написано эта песня появилась где-то в семьдесят четвертом семьдесят шестом году вот и эта песня сразу стала такой популярной что потому что вот что может быть передать энергию вечной жизни только море море горы море что может быть лучше да вот как пев и Высоцкий да понимаете это море и горы так что вот эта песня действительно не каждому дано ее петь можно пытаться что-то с ней сделать как-то ее прорекламировать но спеть ее действительно требует много энергии потому что она написана оперным великим певцом под свой голос понимаете да вот он писал а вот ее пытаться спеть и странным голосом она никогда не тронет маэстро вы ее великолепно исполняете да вот когда я ее пою чувствую даже вот у меня даже самого когда иду на финал туда иду на верхние ноты на модуляции у меня чувствую мороз идет по телу то есть даже от меня эта энергия передается дальше она передается в зал я же говорю о том что я завидую вам что вы попадете впервые я уже испытала это честно первый раз это мы приглашаем все одесситы и вам и я одесситы это нереальные ощущения это правда нереальные ощущения ну а сейчас на коне все спасибо вам и до встречи и вам огромное спасибо конечно от всей души было очень приятно неожиданно для меня как всегда все здесь в первый раз происходит Владимир Данилович а вы не вспомните море моря? а если не надо не надо а не немножко приходите все на концерт сейчас прекрасное настроение все эту песню надо целиком слушать целиком я сейчас не спою уже а немножко море вернулось говором чая песни прибоя рассвет пробудил сердце как друга море встречай сердце как песня летит из груди о море море преданным скалам преданным скалам ты ненадолго поваришь прибой море верни меня даль не дали паруса малым вместе с тобой ух так окрой шикардос атетюня я так тоже научился море море спасибо друзьяки давайте всем пока богам чао